это поверьте это очень вкусно вот для тех кто любит бешбармак манты и пельмени всем привет сегодня мы приготовим блюдо у нас она называется мясо по-армянски но сразу хочу сказать что у армян нет такого блюда но сегодняшнего дня на есть в общем она называется у нас так еще как по моему называется немецкий штрудель у нас в общем если мы между собой разговариваем что готовить мясо по-армянски все знают что это такое хотя точно у армян такое мясо нет для этого нам понадобится вот я еще говорил как то вот вы сделали пельмени вы сделали манты у вас остался кусочек теста и вы из этого теста можете приготовить это блюдо значит для этого нам понадобится мясо у меня здесь говядина без косточек но вы можете сделать с косточками можете делать из баранины из говядины из другого мяса я не готовила и считаю что из говядины или из баранин получается вкуснее всего Мясо. Мясо я посолила с вечера, натерла солью. И вот выделился такой сок. Сейчас это нужно будет бумажным полотенцем промокнуть. Вот так. Вот. Так, для этого нам еще понадобится лук. Лук лучше, знаете, вот такой небольшой. Небольшие луковицы почистить. Морковь. Одна-две, как вы хотите. Растительное масло. И мы сейчас сделаем тесто. Но перед этим мы поставим мясо, чтобы оно начало готовиться. Мясо у меня такое взрослое, зрелое. Видите, оно такое волокнистое. Поэтому готовится оно будет долго. Я думаю, час, может быть, даже час тридцать. В общем, оно должно стать мягким, готовым. Вот. Его я порежу вот, например, на вот такие порционные кусочки. Не очень мелко. Вот так. Вот такие куски мяса у меня будут. Если у вас на косточке мясо, замечательно. Так. Но перед этим мы возьмем луковицу небольшую. А, еще хотел сказать, кто чистит лук. Я раньше делала вот так. Оставляла хвостик. Вот где корневище я срезала. И вот буквально на днях я посмотрела, что удобнее. И попробовала. И на самом деле отрезаем хвостик, а корневище оставляем. И тогда луковица не разваливается. Вы можете мелко порезать и крупно. В общем, как вам вы хотите. Здесь мы сейчас нарезаем мелко. Прям вот мелко-мелко. Этот лук, в общем-то, его уже потом, когда приготовится мясо, этого лука не будет. Оно растворится. Нагреваем кастрюлю. Кастрюля должна быть с высокими. То есть это должен быть какой-то сотейник, сковородка с высокими бортами. Вот сейчас нагреется, нальем туда масло. Кастрюля нагрелась. Наливаем сюда масло. Масла немного, наверное, думаю. Одна треть стакана. И высыпаем лук. Это одну луковицу, которую мы порезали. И пусть она здесь готовится. Чуть-чуть. Знаете, до прозрачности. Вот видите, он уже начинает золотиться. Вот так. И выкладываем мясо. Выкладываем мясо и укладываем вот одним слоем. Вот чтобы вот так вот одним слоем мясо улеглось на дно кастрюлки. Все. И вот знаете что? И нужно подождать, пока с той стороны мясо поджарится, прихватится. Так, пока мясо у нас там поджаривается, Я вам расскажу, что нам еще дальше нужно. Дальше нужно приготовить тесто. Тесто как на пельмени, манты. Ну, такое обычное тесто. Я вам все расскажу по граммам. Сколько мы возьмем воды, соли и муки. Значит, соль, вода, мука, яйцо. Я делаю так. Разбиваю яйцо. Здесь у меня 200 миллилитров теплой воды, в которой я растворила 3 грамма соли мелкой. Выливаю и соединяю яйцо и воду. Вот чтобы яйцо растворилось. Так, теперь сюда просеиваем муку. Сколько муки, я вам потом скажу. Никогда не снимала на видео, как я делаю этот тесто. Вот смотрите, мясо прихватилось. Сейчас, видите, зазолотилось. И мы все это переворачиваем. То есть мясо нужно перемешать. И вот так вот мясо пожарить еще минут 5, перемешивая. Вот перемешали, оставили. Вот несколько минут оно поджарится, еще перемешается. Ну, в общем, чтобы оно со всех сторон обжарилось. Ну, вот так вот оно обжарилось. Вот знаете, вот должно вот, становится такой вот приятный такой запах мяса. Теперь наливайте воду. Ну, вот знаете, не полностью, чтобы покрыло, а вот так вот. И накрываете крышкой. Убавляете огонь до минимума. И оставляете до готовности. У меня будет готовиться час, может быть, даже больше. Тем временем делаем тесто. Просеиваем муку. Ну, так частями. И начинаем замешивать. Я замешиваю руками тесто. Сейчас еще муки добавим. Кто-то добавляет немного растительного масла. Я сегодня добавлять не буду. Я сделаю так, как мы делали всегда. Вот тесто нужно сделать тоже заранее. Мы его сделаем. Уберем в пакет. И, вы знаете, вот через полчаса, через час, его нужно будет еще раз промесить. Все. Теперь муку я просею на стол. И домешивать буду уже на столе. Вот так вываливаем все тесто на стол. И начинаем замешивать. Тесто должно быть не тугое, но и не мягкое. То есть, оно должно быть удобное в работе. Вот если, допустим, для песочного печенья мы готовим тесто. Оно такое, знаете, неудобное. То есть, липкое или еще какое-то. Это тесто должно быть удобное. Потому что нам нужно будет его раскатывать. Вот. И поэтому вот так вот надо его как следует. Вот минут пять. Теперь я буду его вымешивать. Девочки, для тех, кто не любит возиться с тестом. Мастер-класс. Как замешивать тесто. От меня. Может быть, это не очень правильно. Но я вот так вот уже много лет замешиваю тесто. Ну, прилагайте, в общем-то, усилия. Тесто нужно вымесить. И потом дать ему отдохнуть полчасика. И еще раз вымесить. Там клейковина образуется. В общем, вы все это знаете. Вот такое тесто получилось. Ушло у меня 370 грамм. Но еще будет нужна мука для припыления. И мы сейчас это уберем в пакет примерно на полчаса. Тепло. Ну, вот оставьте на столе. Ну, вот прошло минут 40. И мы сейчас второй раз замесим. Под суком. Еще раз нужно промесить тесто. И тем временем, вот пока все это происходит, вы не забывайте заглядывать в свою кастрюлю, чтобы там не выкипела вода. Чтобы мясо тушилось. Вот, видите, тесто становится такое пластичное, очень приятное. Вот еще минутки 3 его нужно промесить. И опять убираем в пакет до момента, когда у вас уже почти мясо будет готово. Смотрим мясо. Оно готовится. Следите, чтобы вода не выкипела. И сейчас мы порежем лук. То есть, одну луковицу оставляем вместе с морковью. И вот этот весь лук мы порежем на четвертинке. То есть, режем пополам. Еще раз пополам. И тоненько-тоненько, как только вы можете. Вот, тонко-тонко. Видите, вот прям тоненько-тоненько, прозрачно, чтобы было. Так, морковь мы режем вот так. Вы можете потереть на терке. И вот эту последнюю луковицу мы тоже порежем четвертинками. Но уже можете не так тонко, не старайтесь. Вот так вот примерно. Так, это мы сделаем, да? Теперь, вот этот лук, который мы порезали, его нужно посолить, поперчить. Я буду использовать черный и красный сладкий перец. Солить, перчить, это, вы знаете, девочки, по вкусу. Вы ведь острый, можете добавить еще жгучий красный перец. Но вот это вот сочетание очень люблю. Все, лук и черный перец, прям с детства моего. И красный, у меня сладкий перец. И вот так вот весь лук нужно и разделить, и перемешать. Вот, чтобы он весь разделился. Чтобы получился вот такая вот, как тертый на терке лук. Чтобы он кусочками вот не был. Весь-весь вот так лук. И не переживайте, девочки, что у вас руки будут пахнуть луком. С лимончиком потрете, и все. Вот так. Вот так лук у нас получился. Идем дальше. Теперь мы займемся тестом. Вот у меня получился достаточно такой большой кусок теста. Естественно, все тесто я сегодня использовать не буду. Я вот отрежу небольшой кусочек. Вот я раскатаю, наверное, две лепешки такие тонкие. Подворачиваем. Присыпаем стол. Вот так. И начинаем раскатывать. Кто-то может большие лепешки катать, я нет. Я такие небольшие. Присыпайте мукой, чтобы не прилипало тесто. Ну все, я потом покажу, как тонко я раскатаю. Ну, в общем, вот я раскатала. Я еще немножко его вот так растяну руками. Как-то лучше делать, как видим. Вот так я еще его растяну руками. Вот так. И вот оно такое, в общем-то, прозрачное тесто получилось. Вот так. Вот так. Так. Это пока оставляем. И пошли к плите. Так, мясо наше тушится. Добавляем сюда лук и морковь. Перемешиваем. И вот, конечно, был бы еще запасной один человек, который бы стоял и это вот так вот помешивал. Так, теперь мы идем к столу, где тесто. Тесто мы раскатали. Выкладываем сюда часть лука. Вы знаете, это, конечно, этот рецепт для тех, кто, ну, нормально относится к луку. Я знаю людей немного, но знаю те, кто не переносит лук, не едят лук. Конечно, такой эксперимент. Но я вам хочу сказать, что вот никто никогда не скажет, что здесь есть лук. Ну, как бы сразу отгадать, что это никто не может. И заворачиваем вот такой рулетик. Вот так. Немножко придавливаем. И режем на вот такие подушечки. Сантиметров 5-7. И укладываем на мясо. Вот, вы знаете, я раньше укладывала одним слоем. У меня была такая широкая сковородка, но вы можете сделать два слоя. Вот так. И сейчас я раскатаю еще одну такую же лепешечку. И точно так же я сделаю. Ну, вот так вот вторую часть лука. Делаем так же все. Все это быстро. Если у вас есть место, вы можете эти лепешки накатать. И потом один за другим делать и отправлять в кастрюлю. У вас еще сейчас должна быть кипяченая горячая вода. Вот видите, у меня здесь получилось вторым слоем. Ничего страшного. Так. И заливаем крутым кипятком. Делаем огонь на максимум. Заливаем, чтобы все-все-все было покрыто. Вот так. Вот так вот ложечкой немножко подправляем, чтобы все было. Так. Это все должно закипеть, поэтому я переставлю на другую комфорку. Должно закипеть. И когда оно закипит, мы убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться 20 минут. Так. У меня, в общем-то, ушло, наверное, ну, половина теста. Тесто осталось. Я обычно как делаю? Я вот этот кусочек разделю на две части и заморожу. Там, когда мне захочется, там, каких-нибудь чебуреков, каких-нибудь лепешечек с сыром, я достану, разморожу, и тесто будет такое же прекрасное, как и сейчас. Закипело. Накрываем крышкой и ставим на медленный огонь. 20 минут. Ой! Вы попробуйте, вы знаете, я забыла совсем. Вы попробуйте вот этот бульончик, который образовался, и на соль. У меня все хорошо. Мясо у меня было соленое. Вот я его натерла солью, и больше я не солила. Все. Можете сюда еще сверху добавить перец черный, красный, можете зелень какую, что хотите. Ну, вот такой классический вариант я вам предлагаю, а там уже фантазируйте. Вот я разделила на два кусочка. Каждый завернула отдельно в пленку. В пакетик. Хорошо, заверните, завяжите. И в морозилку. Ну, вот прошло 20 минут. Еще 10 минут постоял под крышкой с выключенным огнем. И вот такое блюдо получилось. Вот так вот этими подушечками вы вынимаете по одной. Вот так. Мясо. Сверху, кто любит, посыпать перцем. Вот такое блюдо у нас получилось. Можете подать его с овощным салатом. Это, поверьте, это очень вкусно. Вот для тех, кто любит бешбармак, манты, пельмени. Вот просто беспроигрышный вариант. Всем советую. Всем приятного аппетита. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!